Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно все об запчастях. Помните, что в «АвтоСтронг-М» обилие моторов, обилие коробок и всего навесного оборудования. В частности, стартеров. Мы продолжаем полюбившуюся вам рубрику и расскажем именно о них. Итак, встречаем стартеры. Для начала работы двигатель внутреннего сгорания нуждается в устройстве, которое способно его запустить. То есть для оживления двигателя надо заставить его коленвал вращаться. Для этого по классике используется электрический стартер. Также напомним, что помимо электрических стартеров в «АвтоСтронг-М» использовался еще кривой стартер. То есть, с его помощью вручную человек может провернуть коленвал. А также есть еще механизмы, которые способны завести двигатель с помощью сжатого воздуха. Сжатый воздух подается в цилиндры, и тем самым поршни начинают движение. В современных системах старт-стоп запуск бензинового двигателя возможен от воспламенения искрой в цилиндрах сжатой топливо-воздушной смеси без участия стартера. Также в автопроме используется стартер-генератор, который вращает коленвал с помощью ремня навесного оборудования. Самое передовое решение устанавливается на гибридах либо мягких гибридах. Это мотор-генератор, который установлен на одной оси с коленвалом. Классические стартеры по виду и по конструкции практически одинаковые. Не скажешь, что вот этот стартер крутит мотор 4.2 дизель на Audi A8, а вот этот 2-литровый дизель на BMW X3. Размер у них одинаковый. Ну а вот этот большой 24-вольтовый стартер Sveco. Также добавим, что есть еще стартеры, которые в народе называют выстреливающие. То есть у них нет вот этого защитного кожуха. Этот защитный кожух находится на колоколе двигателя и втулочка вот эта находится внутри. А работают они примерно так, выстреливают в пустоту. С подключением все тоже максимально унифицировано. Вот сюда подключается плюс на реле, вот сюда подключается плюс на стартер. Но пока втягивающее реле не втянется, плюс на стартер не поддается. Еще раз, втягивающее реле втягивается, планка перемыкает вот эти два контакта и тогда плюс уходит на стартер. Здесь у нас разобранные стартеры с Ford Focus и Mazda 3. В сущности стартер представляет из себя электромотор, который прокручивает коленвал за венец маховика. Шестерня, которая находится на валу. Стартер не находится в постоянном зацеплении свинцом, а при запуске двигателя она выдвигается специальным механизмом. После этого вал стартер начинает вращаться и передает первоначальный крутящий момент на коленвал. Затем поршни начинают движение, происходит впрыск топлива, а затем воспламенение топлива на воздушной смеси и затем двигатель заводится. Когда водитель отпускает ключ из положения стартер, то напряжение на стартер не подается и он прекращает вращение. Затем шестерня выходит из зацепления свинцом маховика и возвращается на место с помощью возвратной пружины. По итогу стартер это электромотор с постоянными магнитами в статоре. Ток на обмотку электромотора подается через щеточный узел. Щетки, кстати, как и на генераторе графитовые. Спереди на валу стартера стоит редуктор. Редуктор это обязательная часть автомобильного стартера. Он призван для того, чтобы облегчить стартер. Благодаря ему можно использовать менее мощный и менее тяжелый мотор. Редуктор является понижающей передачей планетарной конструкции. Он увеличивает крутящий момент электромотора, уменьшая скорость его работы. Сегодня безредукторные стартеры не используются на автомобилях. Тяжелые безредукторные стартеры оснащены электромагнитами, поэтому их энергопотребление очень велико. На выходе из редуктора находится вал, на котором находится бендикс. Бендикс – это шестерня с обгонной муфтой, которая входит в зацепление свинцом маховика и передает крутящий момент стартера на коленвал. Когда двигатель запускается, то маховик начинает вращаться намного быстрее той скорости, которую обеспечивает стартер. Чтобы стартер от этого не пострадал, на помощь приходит обгонная муфта, благодаря которой вращение маховика не передается на вал редуктора и на стартер. Шток перемещается с помощью втягивающего реле, которое установлено на стартере. Втягивающий реле представляет собой электромагнит. В нем втягивающие и удерживающие обмотки, а при подаче напряжения возникающее магнитное поле перемещает шток. Обратим внимание, что шток движется назад, тем самым замыкает контакты реле, то есть пятаки, через которые от аккумулятора передается плюс. И происходит три вещи. Во-первых, начинает вращаться ротор стартера. Во-вторых, втягивающая обмотка отключается, на ней пропадает минус. В-третьих, сердечник реле удерживается магнитным полем удерживающей обмотки. Удерживающая обмотка гораздо слабее втягивающей. Переключение на нее экономит заряд АКБ в момент запуска двигателя. Ну и в завершении заметим, что ось ротора удерживается на втулках спереди и задней крышке. А вот здесь вместо втулки используется игольчатый подшипник. Из-за поломки стартера двигатель не будет запускаться. При этом стартер не всегда не будет вращаться. Если стартер крутится, что слышно по жужжанию, а коленвал не прокручивается, то причин несколько. Например, сточили зубья на бендиксе либо на венце маховика. Либо же прокручивается вал бендикса. То есть вал крутится, шестерня стоит на месте. Если стартер вообще не крутит, а втягивающий реле щелкает, значит бендикс залип и не может выдвинуться. Сила втягивающего реле слишком слабая, чтобы протолкнуть бендикс. Также реле может быть неисправно. Также могут подгореть контакты пятаки. Также могут быть изношены щетки. Также может быть АКБ разряжено либо же слабый контакт на плюс либо на массу. Если втягивающий реле трещит, а стартер не крутит, то проблема может быть в том, что АКБ сильно разряжен, отсутствует надежный контакт стартера с массой, произошел обрыв или замыкание удерживающей обмотки. Если в момент запуска двигателя удастся прислушаться, то можно услышать щелчок, который говорит о срабатывании реле. Если щелчка не слышно, то либо же произошел обрыв обмотки, либо же обмотка замкнула. Если стартер продолжает крутиться, а двигатель уже заведен, значит может быть заедание втягивающего реле, заедание обгонной муфты, поломка либо деформация возвратной пружины, а также может быть сплавливание контактов втягивающего реле. А вообще вращение редукторного стартера от маховика губительно. Он буквально выгорает за пару минут. Ну а если стартер плохо запускает прогретый мотор, значит изношены его втулки и подшипники от нагрева они расширяют и подклинивают вал якоря. А сейчас мы покажем, как опытным путем проверить стартеры. Добавим в наше шоу немножко огня. Минус на корпус и проверяем втягивающее реле. Работает. Отдельно проверяем вал. И апогей фокуса. Проверяем все вместе. Работает. Все стартеры в «АвтоСтронг-М» работают. Надеемся, вам понравился наш ликбез по группам запчастей. Напоминаем, что в «АвтоСтронг-М» есть ноускаты, есть вентиляторы, есть море кузовных запчастей. Обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».